Let's talk about macOS И поехали! Твой Photoshop не раскрывается на весь экран? Ему просто мешает док Помимо изменения размера самих иконок Ты можешь клацнуть на вот эту линию двумя пальцами Ну или брать кликом И активировать автоматическое скрытие док Теперь фотошопчик будет разворачиваться на весь экран Обрати внимание В моем док все иконки разделены на три блока Это сделано специальным прозрачным разделителем Если хочешь такой же, просто открой терминал и впиши вот эту командищу Прозрачный разделитель появится в док Его можно будет простым дрэк-н-дрэком перетаскивать между иконками Ну а если он тебе надоест, просто удали его через райт-клик Лично я использую два разделителя И первый блок у меня содержит стандартный софт macOS Второй блок больше для общения Ну и третий это чисто рабочий Если вы, как и я, все свои рабочие папки храните в жопе мира К примеру, путь к прошлому ролику на ютубе А нейронки VO3 у меня выглядят примерно так Густарев, ютуб, контент, VO3 И каждый раз протыкивать весь этот путь, ну просто влом Можно взять папку с проектом и перетащить ее в избранное Теперь у вас есть к ней быстрый доступ Ну а как завершить проект, просто удалить ее из бокового меню Не стесняйтесь юзать эмоджи Я отличаю свои SSD исключительно по цвету Даже вчитываться не надо А еще вся моя библиотека с фотосессиями В каждой папке содержит флаг страны, где я проводил съемку С такой библиотекой, опять же, намного легче ориентироваться в архиве и искать нужные папки К подобному лайфхаку можно отнести и персональные иконки Которые можно присваивать как к жестким дискам, так и к отдельным приложениям Да вообще в целом любым папкам Если хотите заменить иконку, скопируйте любой PNG-файл в буфер Можно прямо с фотошопа Откройте свойства папки, выделите иконку и вставьте PNG-шку туда через Command-V Так как я работаю на клаве мыши, чтобы открыть лаунчпад, мне нужно нажать на F4 Но я не хочу к нему тянуться И здесь мне помогает Hot Corner Я просто резко дергаю мышку в нижний правый угол и у меня открывается лаунчпад Активировать фичу можно в настройках самого DOC Внизу в самом найдете активные углы Поначалу эта механика может быть непривычно, будут случайные срабатывания Но я вас уверяю, за 1-2 дня вы настолько привыкнете и уже отвыкнуть будет капец как сложно Это что касается Finder, а дальше мы перейдем к более сложным автоматизациям, которые находятся в командах Если что, это родной воркфлоу от Apple, позволяющий автоматизировать различные процессы Покажу вам именно то, чем сам пользуюсь Но для начала, минутка с полезной интеграцией Если вы ищете, как из России сделать лицензионный Photoshop, да и в целом хотите заполучить себе лицензионные подписки на софт На помощь вам придут ребята из OneSub О них я уже не раз рассказывал на своем YouTube-канале Ребята занимаются оформлением подписок, различных сервисов и софтин для вашей работы В арсенале OneSub весь необходимый софт для дизайна Canva Pro, Captcha, Figma, ну и разумеется пакет Adobe Creative Cloud В котором десятки приложений В том числе, самый необходимый Photoshop с Lightroom Ключи оформляются лицензионные, с рабочей генеративной заливкой А самое главное, эти подписки теперь стабильны Если раньше Adobe блокировал подписки чуть ли не каждые три дня То сейчас вам предоставляется персональный проверенный аккаунт Стабильность на все время подписки возьмете на месяц, на полгода, на год Все будет работать без вылетов, ну а дальше сможете продлить подписку на тот же самый аккаунт Также через ребят в OneSub На официальной странице можете ознакомиться с договором оказания услуг, отзывами, ну и заказать подписку А мы продолжаем Это потрясающая команда, позволяющая свернуть все открытые окна Если у вас на рабочем экране бардак, открыто много всего И вам нужно срочно получить доступ к рабочему столу Да и не хочется по отдельности все сворачивать Вы просто клацаете на сочетание клавиш Shift-Ctrl-Options-Z И получаете чистый рабочий стол Настраивается это так Создаете новую быструю команду В поиске вбиваете скрыть Перетаскиваете появившуюся команду И выбираете все приложения Далее клацаете на инфо и устанавливаете флажок закрепить в строке меню Не забудьте эту команду как-нибудь назвать Ну и готово Обратите внимание, что вы можете даже присвоить клавиатурное сокращение Для быстрого вызова этой команды А еще, к примеру, можно выбрать, какие программы вы хотите игнорировать для скрытия Следующая команда просто ультимативна Особенно если вы делаете запись экрана Часто проводите стримы, к примеру Видите, какой у меня срач на рабочем столе Я просто тыкаю на эту команду и вуаля, рабочий стол сверкает частотой Ну а после записи можно опять нажать сюда и родненький срач вернется Настроить можно аналогичным первой команде способом, только вам будет нужен запуск скрипта оболочки Копируйте туда код, я его в комменты закреплю Да и все Это быстрая команда для переключения между темным и светлым режимами системы Делается через одну команду задать оформление Опять же, можете присвоить даже клавиатурное сочетание Я, кстати, оформление регулярно меняю Днем работаю с дневным оформлением А когда за окном уже темнеет, тогда перехожу на темный режим Дальше интереснее Команда to play Ну, не секрет, я люблю поиграть в компьютерные игры И после долгого рабочего дня, когда у меня открыта куча софта Я просто тыкаю на to play Команда закрывает все открытые программы и дает мне выбор Играть в Mac или Windows игры Если я выберу Win, то автоматически откроется кроссовер Ну а дальше Battle.net и четвертая дебла Ну, либо какой-нибудь Steam с Ведьмачком Настройка команды выглядит вот так Пользуйтесь Эта команда пригодится, если вам нужно быстро сжать фоточки для интернета Просто выделяем нужные картинки Жмем right-кликом Быстрые действия Сжать на рабочий стол У нас сразу же на рабочем столе уже выделенные появляются сжатые до 2560 точек по длинной стороне JPEG Удобно, если надо вот реально срочно сжать фоточку, открывать в Photoshop не хочется Я обожаю встроенный переводчик Mac OSI Но он поддерживает далеко не все языки Устанавливать сторонние расширения я ну никак не хочу Они работают в фоне и грузят систему Поэтому я сделал простую автоматизацию через команды Выделяю текст, жму правой кнопкой Перевести на русский Открывается Safari с Google Translate, куда вставляется скопированный текст Автоматически определяется язык и сразу переводится Перевел, закрыл окно и работай дальше Удобно, быстро и без лишней нагрузки на систему Еще одна моя любимая команда позволяет быстро посчитать количество символов в выделенном тексте Выделяю, жму правой кнопкой посчитать сколько символов В появившемся окне вижу не только число символов, но и примерную продолжительность чтения Скорость чтения основана на моей личной статистике Я просто загрузил в чат GPT тексты и хронометраж нескольких последних моих видео с ютуба И вычислил медианную скорость прочтения Поэтому результат максимально приближен к реальности Когда пишу сценарии, сразу вижу, какой по хронометражу получится ролик Ребят, чтобы вам не создавать все эти команды вручную Я их все закинул в описании под роликом Скачайте, пользуйтесь, ну и про лайк не забывайте А теперь мы переходим к моим любимым приложениям, которые работают в трее Чаще всего вы меня спрашиваете, чем я рисую поверх экрана Это бесплатное приложение DemoPro Оно позволяет рисовать кистью, выделять элементы стрелками или прямоугольниками Менять цвет и толщину линий Можно шаг за шагом отменять нарисованные или стереть все сразу Есть еще фича, одним нажатием включаю белый фон и делаю заметки прямо поверх него Все настройки у нас в трее, даже есть таймер, но я им, честно говоря, не пользуюсь Опять же, если что, приложение бесплатное и скачивается напрямую из Apple Store Это просто самый лучший, вот прям реально самый лучший скриншотер, который я когда-либо использовал Минималистичный, но при этом весьма функциональный Делаете скриншот через классическое сочетание Shift-Command 3 Или только выделенную область через Shift-Command 4 И у вас открывается окно шотера Из базового вы можете скопировать скрин в буфер обмена Полезно, если вам не нужно захламлять рабочий стол файлами Не знаю, вы нашли что-то в интернете, сделали скрин в буфер и вставили в Photoshop Также можно сохранить скрин на рабочий стол В настройках сохранение ставится по умолчанию именно туда, но вы всегда можете заменить на любую нужную вам папку Из удобного после того, как вы сделали скриншот, вы можете нажать на Escape И скриншот сохранится либо в буфер обмена, либо на рабочий стол в зависимости от того, как вы настроили программу А далее еще одна ультимативная штука Закрепить окно поверх всех окон Ооо, допустим вы ретачите фоточки Нашли в интернете референс, сделали скрин Закрепили И теперь в Photoshop можно подгонять цвет вашего фото, ориентируясь по закрепленному рефу Очень прям нравится, тут еще безрамочный минималистичный дизайн Ну прям красиво Вдобавок есть еще инструменты Кроп для последующей обрезки Можно накинуть стрелочки с настраиваемым дизайном И даже текстовый комментарий Из прикольного есть инструмент Линейка Который замеряет расстояние по вертикали и горизонтали между различными элементами на фото Уверен, такой инструментарий будет просто must-have для дизайнеров Я же чаще использую функцию Backdrop Если мне нужен PNG файл с закругленными краями и прозрачным фоном Ну, не знаю, опять же для проекта Final Cut Я делаю скрин даже с Google поиска Активирую Backdrop Выбираю степень скругления углов Можно даже рамку накинуть И сохраняю на рабочий стол ПNG-шка готова Ну а далее простым драк-н-дропом ее перетаскиваю в Finder В папку с рабочим проектом именно этого видео Который у меня закреплен в избранных В шоттере есть еще возможность сделать комбо-скриншот Состоящий из нескольких скриншотов, снятых друг за другом Получается такой как бы коллажек Внутри скрытых функций можно еще раскидать счетчики на картинку Визуально выделить какую-либо область через Spotlight Ну, либо вообще вставить картинку из буфера А есть ли у него возможность сделать скриншот сразу всей страницы целиком? Угу Реализовано костыльно, но удобно делать через Scrolling Up Открыли сайт, пролистали вниз, нажали Scrolling Up И выделили видимую область Шортер сделает мультискрин и сам склеит все отснятое в общий скриншот Короче, потыкайтесь, у него там еще много разных функций Что самое интересное, программа бесплатная Но, насколько я знаю, там через 30 дней, по-моему, программа начнет вам предлагать купить основную версию Просто такое навязчивое напоминание, которое вы закрываете и забиваете, опять пользуетесь программой Если что, я эту софтину сразу же купил в первый же день, потому что она мне очень понравилась Тем более стоит она 12 баксов Для ее функционала это ни о чем Это приложение для продуктивности, затемняющее фон под активным окном Какое бы я окно не активировал, все, что будет вокруг, будет немножечко затемняться Это позволяет сконцентрировать внимание на работе Само приложение имеет тонкую настройку в плане игнорирования затемнения нужных вам программ Можно настроить цвета затемнения, скорости этого затемнения, ну и там еще чего-то Я на самом деле пользуюсь исключительно стоковым функционалом Вашему вниманию предоставляется самое милое приложение для Mac OSI Добавляет в трейд бегущего котика И плюс еще показывает базовый мониторинг активности системы При нагрузке на комп котик начинает бежать быстрее Ну а в простое замедляется Приложение бесплатное, поэтому пользуйтесь Единственное, за что я заплатил, это, по-моему, 80 рублей за возможность сделать кастомного котика У меня это, если что, Пикачу, состоящий из 4 фреймов Надеюсь, вы не устали, потому что теперь мы переходим от маленьких программ, работающих в трейд К более большим десктопным приложениям Если у вас забился диск, а у меня такое происходит регулярно Понять, что занимает все свободное пространство, можно как раз с помощью Daisy диска Программа сканирует ваши носители и визуально понятными круговыми диаграммами отображает содержимое Которое тут же можно перетаскивать в корзину и удалять нафиг Ахтунг, это приложение платное, я его покупал в Турции, не помню за какую цену, но сейчас в российском Apple Store он стоит 899 рублей Отличное open-source приложение для скачивания видео с ютубчика Просто копируете ссылку, вставляете и даже можно выбрать, в каком формате скачать видео Это адекватный апскейлер для изображений Он open-source и скачивать его надо с гитхаба, потому что в App Store он платный Конечно, он не сравнится с облачными генеративными апскейлерами типа Magnifica, Topaz, либо Cree Но в плане локального решения штука вполне мощная и весьма удобная Генератор субтитров Этим прям часто пользуюсь, вы грузите в него аудио или видео и он автоматически создает SRT файл с субтитрами Работает локально Базовые модели распознания бесплатные, но если в речи много жаргона и каких-то специальных слов, то лучше взять полную лицензию Я для ютуба единоразово заплатил 59 евро Скачал OpenAI большую модель в 3 гигабайта и создаю субтитры для ютуба локально На MacStudio M4 Max работает все достаточно шустро Раз уж мы заговорили о ютубе, у меня есть еще одно потрясающее приложение для монтажа, которое называется Recat И это святой грааль, потому что я его нашел 2 недели назад Как я без него жил раньше, я не понимаю Суть простая Recat автоматически вырезает все паузы и пустоты между дублями И то, на что я тратил по часу времени, теперь делается за минуту Особенно актуально, если записываешь видео в несколько дублей, как я Recat достаточно точно и с тонкой настройкой нарезает видео А дальше вы можете экспортировать нарезанный проект прям в Final Cut, DaVinci, либо After Effects и даже CapCut поддерживает Работает стабильно, да и интерфейс простой освоить, я думаю, минут за 5 Цена, она немножечко кусается 129 баксов разовая покупка, либо подписка 79 долларов в год и 15 долларов в месяц Но опять же, если вы занимаетесь монтажом и работаете преимущественно в Final Cut, то это просто спаситель времени Ну и напоследок поделюсь софтиной для фотографа Лут-генератор Это кайфовая, бесплатная программа для создания своих лут-файлов Как она работает? Программа экспортирует PNG с цветовой сеткой Ты накидываешь этот файл на любую фоточку в фотошопе, а далее делаешь цветокор Как тебе хочется Хоть кривые, хоть уровни, хоть камеру RAW, что угодно Потом сохраняешь обработанную цветную сетку как PNG отдельный файл Закидываешь его обратно в лут-генератор и получаешь свой собственный лут Удобно, просто, быстро, бесплатно Потом эти созданные луты можно накидывать в DaVinci, Final Cut, Lightroom, да куда угодно, где есть поддержка лутов Пользуюсь сам и вам рекомендую, штука просто огонь Пишите свои рекомендации по софту в комментарии Возможно, я что-то упустил, до 100% я что-то упустил Порекомендуйте мне какие-нибудь интересные софты, на которые я с удовольствием установлю и буду пользоваться Ну а на сегодня у меня все С вас лайк, подписка на канал мне будет очень приятно Ну и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok